Вишня Путинка. Последняя надежда вырастить вишню. Не растут у нас вишни. Что мне нравится? Ну, это вот она за лето так выросла. Это вот осенью посажена была. И вот, ну, какой у нее прирост. Ну, наверное, метр. Ну, нет, метр нету. Или есть метр. В общем, Путинка. Куплена была чисто из патриотических соображений. Я вообще патриот, запорядок. Перемен мне не надо. Только приспособишься к одному климату. Раз тебе другие перемены. Приспосабливайся к другому. Ну, и по жизни так. Так. Ну, вот тут это вот кала. Кана. Которая замерзла, но не зацвела. По описанию она должна быть устойчива ко всем заболеваниям. Морозостойкая. Ну, посмотрим. Больше я уже с вишнями экспериментировать не буду. Я вишни люблю, но я их сажала, наверное, штук 5 или 6. Толку нет. Вот. Света, это тебе про зубровку. Она вот так вот растет. Ну, молодая я тут косила. Вот у нее вот такой толстый лист. По сравнению с другими пыреями. А оттенок все-таки у нее голубоватый. Ну, сейчас не видно. Опять все пасмурно. Ну, да чего. У соседа крыша хороша. Быстро довольно строится. А вот этой вишни три года. Ну, у меня она три года. Морозовка. Ну, сильно лист очень большой. Да нет, вроде вот с путинкой похоже. Так. Здесь был один цветочек. Одна ягодка, которую кто-то съел или она сама упала. Ну, в общем, еще не знаю, что это за вишня. Ну, дерево мощное. Так. Это надо все выкапывать. Когда чего. Вот это черешня. Была черешня. Ну, у нас, значит, так. Года три плодоносит, потом дерево погибает. Что там с ней, не знаю. В общем, будем ее убирать. Ну, вот эту поросель я оставлю, конечно, жалко сразу. Вишня Владимирская. Ну, вот у нее листочки поменьше. Цветет каша каши, ягод. Ну, десяток, может, наберешь. И все. Ну, я как-то читала одного садовода. Он какой-то известный. У него брали интервью. Сейчас уже не помню. Он так выращивает. Посадил и забыл. Нет, ну, какой-то уход есть. Ну, если не хочешь жить здесь, значит, это не твое. Все-таки сад для человека. А не человек для сада, как у меня. Можно, конечно, что-то вырастить. Ну, вот она опять набирает бутончики. Свести будет, но ягод нету. В общем, у нее так. Выживает сильнейший. Потому что положить столько времени и вырастить какой-нибудь мизерный урожай. Ну, это у кого спортивный интерес. Или специалисты там. Какие-то занимающиеся специально. А так надо сажать то, что у нас растет. На тыкву я сейчас сниму. А, еще нельзя сажать вишню около черемухи. Ну, это у меня вот, ну, это вот обязательно. То, что я посажу, потом читаю, что с черемухой вишню рядом сажать нельзя. Ну, у меня куда тыковка надо снимать, она уже страшненькая. А здесь у меня сидела вишня. Нордстар. Северная звезда. Ну, на название купилась. Ну, куда четыре-пять промучилась. Ну, выкорчевала. А вот на этом месте у меня сидела две войлочные вишни. Цвели. Сакура. Болела. Ее так обрабатываешь, что уже и ягоды есть страшно. Ну, в общем, убрала. Это вот уже поросель пришла от соседей. У соседей тоже вишни нет. Так, десяток наверху. Дерево вон. Огромное. Неба нету, неба нету. В общем, вот листик это путинский листик. Ну, у этой вишни листики поменьше. Ну, тоже надо убирать. Ну, что у нас по погоде, а? По погоде, ладно, слава богу, не льет. Ну, тепла нету. Ну, что утром плюс один? Ну, что там может вырасти на плюс один? Ну, октябрь. Коты по всему участку мечутся, солнышко ищут. Где бы погреться. Так, ну все. Вишни вроде бы закончились. Подоверяем. Продолжение следует...